вот почему очень важен этот разговор сегодня потому что город застраивается интенсивно город меняет свое лицо и очень бы хотелось что барнов был комфортным удобным для горожан правильным городом что здесь этому мешает какие есть проблемы как это можно изменить об этом мы поговорим в этом разделе и будем встречаться с ведущими архитекторами нашего города и у нас сегодня в гостях алексей квасов прошу здравствуйте добрый день ну красивый же у нас город алексей смотрите сколько сколько интересных объектов вон столичный прямо вот как столичный выглядит столичный действительно гулливер отсюда выглядит как будто летит и мы наверное можем наблюдать панораму города да мы можем наблюдать какие-то отдельные яркие штрихи на этой панораме но это наверное все-таки общая такая картина как фотография фотография хочу сказать приятная но вот что с ней не так на сегодня еще день хороший чем проблемы данный день хороший да но и и плохой день всегда вид с моста или вот сейчас из нагорного парка вид он всегда прекрасен потому что барнаул он такой вот необычный город когда люди все поднимаются посмотреть панораму наши гости они говорят как красиво все как великолепно в этом случае играет роль наверное выгодный ландшафт нашего города то есть тот природный ландшафт на котором он размещается это понижение в сторону реки аби и раскрытие города доу площади октября то есть мы видим как бы в перспективе изу вверх да и пока еще у нас сохраняется вот эта структура от низкой архитектуры старой вот откуда город развивался более высоких более новым районом мы видим это все вот в таком культурном разрезе правильном отчасти пока да хотя можно сказать что некоторые объекты начинают уже где-то перекрикивать перекрывать вот эту панораму и немножко в него вторгаться но как бы не специалисту наверное сложно понять как объект он работает в жизни когда он может считаться красивым а когда может считаться не очень но повторюсь наверное пока картина нас еще не пугает в принципе она в целом благоприятная ну и поговорим в целом сегодня о красоте и о том совершенно верно что в архитектуре есть красота на самом деле я бы попытался здесь уточнить немного что такое красота с точки зрения архитектора потому что обыватель когда оценивает красоту он смотрит на цвет свет на фасад на первое впечатление на одежду здания хотя на самом деле гораздо более важные вещи это вещи градостроительного порядка такие как масштаб функциональное соответствие объекта на месте ли он находится удобно ли нам с ним взаимодействовать правильно ли у него форма и конфигурация это базовые вещи потом вот человек когда сталкивается с объектом вот в этой среде он к нему подходит он в него заходит взаимодействует с внутренней структуры это точно тоже очень важно как объект связан с городом с его артериями как они в него входят как они его обрамляют и следующее вот последний слой конечно тот который человек простой воспринимает в первую очередь это фасад это его строй свет какой-то объем это то что производит впечатление то есть встречаем там и по одежде ображаем мы уже по уму поэтому наверное разумно город если оценивать не в панораме то уже в массе конкретных объектов смотреть правильные ли они вот те объекты которые нас здесь привлекают работают там на земле но смотрите здесь не обойтись без экскурсии я понимаю что всех наших зрителей членов мужского клуба мы приглашаем на экскурсию по городу с архитектором давайте попробуем пройтись приблизиться к объектам посмотреть как они взаимодействуют с городом и насколько наше первое впечатление окажется по-настоящему правильным или мы где-то может быть обманулись поехали поехали давайте наверное посмотрим с вами первую точку и попробуем разобраться важной составляющей здания это масштаб мы смотрели сейчас панораму с которой наверное сложно было понять который все было красиво ну практически даже для некоторых идеально теперь мы приближаемся к объектам смотрим как они встроены в улицу и как их масштаб соответствует той улице где они находятся и окружению яркий тому пример работы с масштабом яркий наверное со знаком минус это жилой комплекс располагаемый с рядом со зданием алтайской правды важно обратить внимание в каких размерах этот объем сейчас здесь находится у него такого масштаб что он должен собой замыкать перспективу крупной магистрали либо находиться на берегу например реки о да вот такие массивные карнизы такой выразительные с точки зрения формы фасад логично было размещать на открытой местности какой-то с которым будет работать очень издалека здесь же получается есть некое затеснение как правило до другой момент это контекст здания контекст это взаимодействие с окружением и с одной стороны здесь видна попытка сработать на понижение да но в то же время очевидно что ансамбль алтайской правды теперь уже не работает вот он свое время был очень аккуратно вписан среду вот в эту то есть перед ним была сформирована большая площадь здания как бы задвинута от улицы и в свое время когда здесь была одна двухэтажная застройка вот этот объем вписывался очень аккуратно 2 . и по-моему это пример как раз прямо противоположный как очень красиво можно писать старые кварталы современные здания да давайте попробуем расшифровать что здесь мы вкладываем в слово красиво вот тот градостроительный слой который должен был быть решен это самоштабной среде это ее членение и форма а также ответ на магистрали городские как здание взаимодействует и на примере вот этого объекта вполне можно рассмотреть как сработали авторы с архитектуры во первых здесь они применили конечно такой исторический стиль в общем то это такая наверное русская эклектика кирпичная но довольно качественная мы о деталях фасада наверное немножко потом поговорим но стоит отметить что здание имеет угловую композицию довольно выраженную и в то же время она отвечает на этажность застройки постепенно имеет повышение пересечения улиц имеет четко выраженный угловой вход у него еще фасад конечно прекрасный надо подойти поближе рассмотреть я думаю мы обязательно его посмотрим и более того это один из немногих фасадов которые хочется потрогать руками фактически каждый кирпич потому что он изготавливался наверное вручную обтачивался и и то есть труд это красиво пойдем сколько труда вложено да и какая красота и насколько точно все элементы подогнаны и еще очень немаловажный момент вот красота с которой мы сталкиваемся в том числе на фасаде она должна быть практичной то есть очевидно что материал цоколя он не просто дорогой но он еще и долговечный он будет защищать вот одежду здания от намокания вот этот декоративный элемент так называемый валик он защищает от осадков почему мы здесь мы здесь потому что стоит рассмотреть и хорошие удачные примеры которые у нас в городе сохранились как они были реализованы и почему они до сих пор работают спустя столько времени да тот же кинотеатр мира он немножко изменил фасад чуть-чуть изменил функцию но в целом играет очень важную градостроительную роль он имеет крупный масштаб фасада если на него посмотреть крупные большие членения и несмотря на относительно умеренный размер хорошо на себе замыкает площадь то есть он является таким фактически такой доминантой при этом площадь у нас простреливается прямо железнодорожного вокзала совершенно верно да и осью проходит через площадь победы через прекрасный обелиск и вот эту всю архитектурную скульптурную композицию которая фактически завязывает вот вообще всю площадь в один ансамбль вот данном конкретном случае мы можем говорить о градостроительном ансамбле о том термине который сейчас в современной архитектуре в современной застройке просто ушел он растворился потому что мы втыкаем один объект то в ту среду которая уже существует вот да смотрите мы вроде бы говорим об архитектурной красоте но пока пытаемся разобраться с фундаментом с основами как строится объем как он взаимодействует если мы бездумно втыкаем объект он не взаимодействует со средой он немножко и чужеродный начинает противоречить да вот кстати говоря здесь можно упомянуть не в контексте противоречия все же но в контексте скажем так попытки строительства на локомотиве нового жилого комплекса и вот этот подход хоть и сложный хоть и противоречивый вполне себе корректный он получился он может получиться потому что авторы кто его разрабатывали они все-таки учли что основой этой площади является обелиск вокруг него а присутствует определенный уровень и высота здания то есть определенный масштаб и жилой комплекс будет иметь на переднем плане относительно небольшую высоту там порядка пяти-шести этажей привлекательный фронт основное повышение этажности будет выполнено уже туда в сторону жилья и вокзала с значительным отступлением следующая точка на которую мы приехали для того чтобы посмотреть как объект функционирует в среде оценить его масштаб его посадку то как он работает это объект столичный но мы его с вами видели с перспективы да и вроде бы видели некий ориентир который задает даже тон наверное вот этой панораме он там выделяется говорит о том что подойди ко мне и посмотри вот сейчас мы находимся на крупной магистрали видим что он собой замыкает проспект строителя и вроде бы он работает то есть масштаб вот этой улице выдерживает вот это здание в целом издалека кажется что более или менее нормально но это не все то что отвечает за красоту этого объекта важно понять как он функционирует и можем ли мы к нему подойти складывается ощущение что здание которым мы сейчас говорим да и мы постепенно к нему приближаемся а приблизиться не можем мы сейчас находимся на площади октября которая сформирована как некий цельный ансамбль вот и кстати здесь есть символ нашего города правильно посажены правильно размещенный объект очень качественно имеющий фасад и в то же время разумный масштаб вот для этой площади и объект столичный до которого мы все никак не можем расчистить пространство но по факту да совершенно верно возникает ощущение что ему не хватает места то есть мы до него идем она начинает от нас отдаляться и видно что там чистокол каких-то других зданий и казалось бы площадь должна привести к такому огромному объекту какая-то прям ампилада такая огромная солист все-таки должен находиться в первых рядах а не кричать из 3 4 рядов я здесь как будто какой-то заправский двоечник который запихнули на галерку и он там вот что-то маячит здесь когда-то находился молокозавод если я не ошибаюсь то есть промышленное предприятие которое обросло потом жильем что в принципе кстати не очень хорошо это как раз перепутка тех функций о которых я говорил вот есть функция промышленного производства и неразумно и размещать там внутри квартала хорошо от этой ошибки город постарался в общем-то избавиться до отодвинуть ее переформатировать этот микрорайон и как его нужно было наверное решать нужно было посмотреть как наладить здесь взаимосвязь просмотреть транспортно-пешеходные потоки как этот объект будет взаимодействовать и уже исходя из этого решать его масштаб и конфигурацию полагаю что прежде всего наверное стояла задача громко крикнуть прозвучать и неважно с 3 или со второго ряда объект получился очень значительный масштабный ну да просто не вписался в размер смотр как качал размер сам объект по большому счету огражден неприступной стеной вот если все вокруг посмотреть то никакого подхода и подъезда нет и в общем-то он микрорайон микрорайоне теперь сам себе микрорайон фактически да можно сказать что вокруг можно теперь все снести расчистить нему площадь и убрать заборы и тогда уже будет и вот может быть когда до появится так градостроительная красота которая бы должна была быть начально ансамбль могла бога и вот мы добрались наверно до финальной точки нашей экскурсии которая сейчас вызывает и вызовет ближайшее время я уверен много дискуссий потому что площадь сахарова вступает вперед когда здесь появятся новые здания новые объекты которые вызывают тревогу опасения размышления а место красивое место очень красиво и мы с вами присутствуем настоящем градостроительном архитектурном ансамбле мы сейчас находимся на одной из осей с правой стороны от которой находится драм театр кольцо вокруг площадь сахара наверно сужается можно так сказать да появляется желание построить то или иное здание причем вплоть до того что на самой площади или на месте сквера допустим перед корпусом агу либо же насколько я знаю рассматривается варианты застройки территории водобаков которые сейчас пустуют в свое время вы наверное видели попытку застройки которые не так давно было от и отеля редисон в общем с одной стороны понятно что город развивается развиваться он должен и как бы мертвые места они должны наверное оживать и водобаки в этом смысле как техническое сооружение они отжили свой век разумно придать новую функцию этому месту а вот какую функцию я думаю что это предмет такой обширной дискуссии общественной потому что место центральное для города очень важно для всех горожан стоит ли здесь выходить в только лишь жилую функцию то есть нарушать общественный деловой центр сугубо жильем либо же рассмотреть какие-то варианты смешанные либо делового строительства либо вообще такого рекреационно развлекательного характера по типу площади зарядья парк вот в москве знаю что это решение не просто проходила когда свесли эту гостиницу россия ну что алексей я думаю что первая экскурсия была полезной познавательной и интересной что нашим зрителям многое стало очевиднее и понятнее и спасибо вам за этот интересный увлекательный рассказ пожалуйста надеюсь мы с вами еще побеседуем обязательно спасибо